Утром – чай, в обед – кульчатай, вечером – кумыс, вот так живет киргиз. В Самаре отметили День киргизского языка. На нем, говорят, 4,5 миллиона человек. У нас алфавит 36 букв, 3 буквы лишние от русского алфавита. Здесь нет сложности, у нас легко можно научиться. Мы боимся, что у российских киргизов когда-то поколение перестанет говорить на киргизском. У нас вот это страшно. А так, конечно, каждый киргиз, дорожим, чтобы не забывать свой язык, свою культуру, свои традиции, свои обычаи. Праздник прошел в Доме дружбы народов. Работала выставка литературы и национальных блюд. Можно было попробовать баурсаки, медовый хворост и курут – традиционный сухой сыр. Также зрителям показали обряд бешик, связанный с рождением ребенка. Обязательно с правой стороны надо положить ребенка. Если девочка, то надо обязательно ножницу, чтобы она была рукоделеца, перо, чтобы она была мудрая и богатая знанием. И ставятся костяшки, это называется чуку, альчики, чтобы ребенок был богатый. Мальчику кладут нож и камчи, кнут. Кланяется мама и дает слово, что она будет воспитывать мудрую, красивую, умную дочь. На сцене выступили и творческие коллективы. Ученицы воскресной школы показали киргизский национальный танец «Жалын-Бий». Его название в переводе на русский означает «искра». Огонь издавна был в сердцах наших предков. То есть они горели желанием придумывать какие-то танцы, развлекать людей. Когда мы танцуем, мы даем энергию, все улыбаются, раздаем позитив и поднимаем настроение. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.